Мы переосмыслили всю нашу пятилетнюю стратегию и пришли к выводу о том, что она за два года безнадежно устарела. Что нам нужно совершить принципиально другой разворот в нашей стратегии. И что у нас есть огромные ресурсы к тому, чтобы постараться выполнить даже в новых, значительно более тяжелых макроэкономических условиях, те обещания, которые мы давали ранее, или вплотную к ним приблизиться. В течение ближайших трех лет нам предстоит пережить колоссальную трансформацию. Потому что мы говорим о том, что наши главные конкуренты сегодня на рынке – это не банки, а новые технологические компании. Такие как Google, такие как Amazon, такие как Facebook, Baidu и все остальные. И если мы будем неконкурентоспособными, то будут ли банки в будущем – большой вопрос. Как сказал один из великих технологов современности, будет ли в будущем банкинг – вопрос очевиден – да. А вот будут ли банки – это большой вопрос. Потому что сегодня на наш рынок выходят все новые и новые игроки. Поэтому если мы не будем играть по правилам этих новых игроков, то тогда большой вопрос в нашем будущем. Поэтому мы для себя поставили задачу переделать нашу организацию и всю нашу платформу по принципу самых современных организаций, которыми являются Google, Amazon и все остальные. Это очень поверхностное сообщение, только для того, чтобы сказать одну маленькую сразу. Вот то, что мы сейчас делаем со Сбербанком, предстоит сделать каждой крупной организации, в какой бы области она ни работала. Потому что новые, так называемые, подрывные технологии изменят в ближайшие пять лет всю систему менеджмента управления корпорациями, организациями, социальными, общественными и так далее, и государствами. И мы здесь не должны отставать. И последний слайд, который бы я хотел показать. Мы для себя делаем такие выводы. Мы для себя делаем выводы, исходя из старой африканской пословицы. Что каждое утро газель просыпается с мыслью о том, что она должна бежать быстрее льва, иначе он ее съест. Каждое утро лев просыпается с мыслью о том, что если он не сможет догнать самую медленную газель, то его ждет голодная смерть. Мы делаем вывод о том, что неважно, кто вы, лев или газель, потому что мы часто меняемся ролями в этой гонке. Но если встает солнце, то нужно бежать. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.